Вечер добрый. Вы слушаете свое радио. Я почему-то в этом даже не сомневаюсь. У нас началась предновогодняя пора. Не неделя даже, а всего-то несколько дней осталось. Поэтому подготовили мы для вас замечательные совершенно эфиры. Я уверен, что вы сейчас в таком же восторге, как и мы. Говорить мы сегодня будем мало. А зачем, собственно, говорить? Ну, все совершенно ясно. Впереди, собственно, праздники и, само собой, естественно. О чем еще спрашивать у тех людей, которые сюда приходят уже далеко не в первый раз? Ничего нового они нам все равно не принесут. Может быть, так, за редким-редким исключением мы решили сделать... Подожди, не говори ничего. Мы решили сделать подарок вам. И, естественно, вся эта четырехдневка получается до Нового года и в сам Новый год. Группы, которые вызывают у вас особую реакцию. Вот сегодня один из этих, собственно говоря, героев. Я имею в виду коллектив-герой. Надо уже орденом выдать. Группа-герой. Но традиция есть традиция. Представлю их позже. Раз уж такая традиция существует, мы сделаем вид, что вы пока о них мало чего знаете. Как всегда, живой звук. Программе живые. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ни дороги, ни бездорожья Ни дозволенного, ни запрета Есть фонарь, он горит, но нет света Рядом кто-то и никого нету Бесконечные дни, недели Растянулись по городам Еле дышится, еле-еле Как ты там Обесточенные маршруты Ни на рельсы, ни под колеса Нет огня, но дымит папироса Выдох-вдох, только мне перепутать Поприк, чтобы подняться с постель За ночь так, не подъявшим рядам Все по-прежнему на самом деле Субтитры сделал DimaTorzok Я кричать больше не в состоянии И молчать так читай по губам Если помнишь, так и есть желанья Как ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, надо ли Ну, я все равно представлю Потому что вы их в любом случае знаете Всех поименно Тем не менее Клавиши Алексей Олежка Ну, что, Аня, ты забыл, что ли, что надо подойти к микрофону? Подходи сюда, говори Хотя бы разок-то Захочешь в следующий раз выскочить? Выскочить Добрый, друзья Поскольку я первый из всей команды Кроме Андрея Гречайника Пользуюсь случаем Всех с новогодним настроением Всем праздничное настроение Дальше, друзья Молодец, спасибо Как на корпоративе Ты сейчас себя повел Богдан Резник Гитара Иди, Богдан, дорогой Поздоровайся Здравствуйте Человек с пересадкой Александр Ефанов Гитара, Саш, привет Всем привет, друзья Бас, Максим Шашкин Добрый вечер, дорогие радиослушатели Ой, я не могу Зато естественно Ну и братан Извини, Андрей Братан Ну говори что-нибудь Привет, ребятки Опа Юшкин пистолет Куда ж так орешь-то? Семен, у нас еще один член коллектива Еще один член, да Вот, он там сидит в наушниках Игорь Чернышов Ну, Игорь Чернышов Директор коллектива Человек, который, собственно говоря Занимается этой группой И делает это с любовью Он знает все тексты Подпевает, кричит громче вас Ну, в принципе Директор так и должен себя вести, мне кажется Это очень правильное поведение Так как сегодня мы меньше говорим Больше играем Просто потому что не о чем особо Ну, что спрашивать-то у вас Вы прекрасны, вас любят И премьера вашей песни Сделала сегодня Ну, как сегодня На прошлой Нет, на прошлой Теперь уже неделю Сегодня же понедельник, верно Я уже сам потерялся в датах Сделала невероятное совершенно Она, попав в премьеры Моментально Буквально через 3-4 дня Взлетела на третье место Хит-порядка А это случилось вообще В первый раз, на самом деле Более того, пираты музыкальные Таскали из эфира песню И пытались ее выкладывать Ой, мы воевали с пиратами Но я всем пиратам Хочу передать привет И сказать огромное спасибо Друзья, за то, что Вы все-таки Откликнулись на мою просьбу И удалили песни До того времени До дедлайна Да, до дедлайна Спасибо вам, ребята, огромное За понимание Я верю в людей Люди, да В них надо верить Иначе они сами перестают верить в себя 4647 Это короткий номер для смс-ок ваших 4647 Сначала пишите свои Про бельчика А дальше уже все, что хотели бы Адресовать коллективы Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции И впечатления Группа ВКонтакте Официальное сообщество Своего радио Там все довольно просто Давным-давно Выложен анонс С картинкой Красивой Группа Дороги меняют цвет Ну, понятное название коллектива Выделено синим Значит, активная ссылка Кликая на которую Оказывается в них в сообществе Чат на сайте Своерадио.фм Там все понятно Просто написано Чат По-моему, даже заблудиться невозможно Там же на сайте есть Плеер Плеер длинненький такой А в нем слева Онлайн-аудио Это чтобы слушать онлайн-виде Чтобы смотреть Кликаете на онлайн-видео С синим кружочком И оказываетесь на планете Ру Планета Ру Это краудфайдинговая платформа Которая представляет нам видео Сейчас по-своему Очень быстро постараюсь Там вы видите картинку Все, что в этой студии происходит Там же есть чат В который тоже можно Отписываться Это все, что касается коннекта Теперь надо петь дальше Сегодня поем больше С Новым годом Наступающим, друзья мои Будем говорить мы сегодня о том Как, собственно, мы собираемся Этот праздник встречать Что-то Ай, не надо даже Пойте Названия не нужны Потому что все их и так знают Погнали Ты оставляешь на память записку Что вернешься Но уже навсегда И уходишь Не выключу свет Оставляешь распахнутой дверь И снова вычеркнув имя из списка Не вспомнишь его никогда Я видел, как ты садилась в трамвай Я буду ждать тебя тысячи лет Ты оставляешь на память свой запах И дыхание на грязном окне Придуманный номер и имя Пролитый кофе и дым сигарет И пробираясь на цыпочках в ванную Прячешь сердце свое пастыня Чтобы снова его утомить Я буду ждать тебя тысячи лет Продолжение следует... И пробираясь на цыпочках в ванную Прячешь сердце свое пастыня Чтобы снова его утопить Я буду ждать тебя тысячи лет Тысяча лет Тысяча лет Тысяча лет Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, аналогично! Даже на возможные какие-то там нужные и ненужные установки внутренние Все равно сентиментально говорят Люблю, люблю я этих пацанов, вот люблю И мы вас любим, куда деваться Илья Тняков пишет просто браво Мария Кислова браво, да им все самые душевные Ну и так далее Я, конечно, буду сегодня почитывать, что пишут Но убежден, что сегодня кроме возгласов восторга Мы мало чего услышим Как год прошел? Давайте так Мы провожаем 2015-й, подводим некие итоги Что, братан, давай, дорогой, ты будешь говорить, что ли? Ну, отрываю тогда Извините, извините, можно? Можно я скажу? Давай Перебью братана нашего Он женился, все Это я хотел сказать Вот, собственно говоря, ты отнял у него главные слова Ну, Андрюха, расскажи, давай Поздравляем, во-первых И я считаю, что это нужно было заявить об этом вслух Потому что все-таки мужчина, он делает выбор Выбор сделан, соответственно, у тебя по-мужски Сейчас внутренне должно все кипеть по-человече Рассказывай, давай На ком женился? Друзья Значит, да, я женился Все сразу простите, там кто там Друзья, простите, Андрюха, что-то это самое плохо пахнет Нет, все хорошо Значит, я в этом году женился И этот год для меня был, конечно, очень Очень и очень Хороший Ну, кроме того, что женился, то что еще произошло? Ну, понятно, что это событие главное для тебя сегодня Но все же Я еще А вы знаете, нет, все Скорее всего, все Потому что жена слушает Если я сейчас скажу что-нибудь другое Не надо уже Я женился, все, ребята Хорошо Для братана это главное У тебя теперь что, получается Супруга братана ваш, что ли? Да Круто Круто, а как зовут? Алла Алла, поздравляем вас с правильным выбором Это ты кому? А, это ты Аля Хорошо, я просто напрягся Нет, вообще-то я Ну, тогда Аля, 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 Аля Я думал, это Семен сделал Мне показалось, что да Мне показалось, что это я сделал В общем, я Расскажу коротко одну историю По поводу фамилий Потому что Девушка Алла Братанова Это, конечно, звучит очень симпатично Но была у нас тут Была необходимость пойти с сыном в военкомат Не потому, что мы Сына пасем во всех смыслах Нет, ни в коем случае Самостоятельный парень И его таскали в военкомат А ему нельзя служить Ну, там есть Несколько неприятных моментов Никогда бы не хотел, чтобы это было С моим сыном Ну, вот так вышло Парень хороший Достойный Но служить он в армии не может По состоянию здоровья Короче говоря, его мурыжили-мурыжили Мы понимаем, что они пытаются Что-то выжать из того, что есть А выжимать-то нечего И вот туда-сюда И мы давно должны были выдать Уже этот билет, чертов Который Не желтый, конечно Который белый Белый, да Другой Вот не тот, по которому служат А служат только в самых экстремальных ситуациях И какой-то момент настал Когда уже стало понятно Что они пытаются из него что-то выжить И мы решили уже пойти Посмотреть на всю эту историю Своими глазами И глянуть этим врачам в глаза Ну, сколько ж можно-то уже Не буду долго рассказывать Как я там стебал народ Который туда пришел Молодые пацаны Там, кто последний? Нет, в армии нет последних Здесь крайний Первый Второй И замыкающий И пацаны так Тихонечко по стенке По стенке Ну, неважно Короче говоря, первую партию Запустили к врачам Ну, там комиссия И выходит, значит, полковник Такой В военкомате Почему-то все очень хорошо выглядящие Полковники служат Понимаешь? Ну, такой статный весь Понятно, что он воевал Может быть, когда-то во сне Но в реальной жизни Он все живет при военкомате И он берет, значит, эти все документы И называет пофамильно Ну, там, Иванов, Петров Там я Иди, там, Сисидоров Я И доходит до фамилии Сейчас не помню фамилию Но там Мгрдебас Мгрдебр И пацан уже не выдерживает Мгрдсян Он говорит, да Он говорит, иди И следующая фамилия Он говорит, Самец Парень встает и идет Я говорю, о-о-о Ты не перепутаешь Когда он заходит Я вдруг в спину ему Размышляя вслух Даже не подумав о том Что я говорю вслух Это ж когда он женится И жена же у него будет Самец Если я представил девушку Катя Самец, например Это круче, чем братановые Я тебе серьезно говорю Давайте Давайте, ребятки Катя Самец С наступающим всех Мы поздравляем всю аудиторию Своего ради Давай всю страну и весь мир С наступающим Новым годом Друзья, я хотел присоединиться К поздравлениям И сказать Друзья, любите друг друга И давайте Не воевать Вот эти слова Золотые Золотые слова Я, кажется, знаю, какая будет Следующая песня Судя по тому, что ты сейчас сказал Сегодня здесь ДМЦ Дороги меняют цвет Как всегда, живой звук В программе живые Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Наши секреты А покинутых вселенных Где, как коменты Друг от друга Разбивались Лучше простались Спасибо Наши маршруты Все наши планы Остались в замках Тех, что из песка Оглепили На остановках Где друг другу вслед кричали Лучше получали Спасибо Больно Мы постарались Войдет 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 Воевали Да, воевались Спасибо Больно Мы постарались Войдет 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 Загрепали Да, воевались Спасибо Мы постарались Блюёк, 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 блюёк Воевали, да, воевали Спасибо Вольно, вольно Мы постарались Блюёк, 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 блюёк Воевали, да, воевали Спасибо Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья, за то, что вы нас любите. Спасибо. 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 Это была лирическая минутка, а теперь возвращаемся обратно, собственно, в студию. Сегодня здесь дорога меняет цвет, так мы договорились, мы сегодня меньше говорим, больше играем, потому что началась предпраздничная неделя, надо давать радости полной ложкой, огромной. Давай дальше петь. Друзья, на концертах я всегда говорю, что а теперь эту песню поем вместе. Я надеюсь, что все, кто там сейчас сидит, нас слушает в машинах, у компьютеров и где только можно, они сейчас будут нам подпевать, потому что эта песня не наша, это наш кавер. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня ДМЦ. Поехали. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. Я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Если тебе вдруг нас кучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Закрой за мной дверь, я ухожу. 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 Закрой за мной дверь. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Я ухожу для себя интересное сообщение ВКонтакте, она мне его тут же скидывает. Вот еще к вопросу о том, насколько интуиция все-таки весь сильная. Алена Мален пишет. Очень приятно в канун Нового года слышать в эфире именно ДМЦ с такой прекрасной праздничной программой. Огромный теплый привет ребятам из заснеженного Архангельска. Надеюсь, увидимся в январе. Вы собираетесь в Архангельск? Нет, мы надеемся увидеться в январе. Кстати, да, надо сказать огромное спасибо. Это очень важный момент, очень важный элемент шоу и важный элемент звучания. Надо сказать спасибо звукорежиссеру программы «Живые» Александру Лепешкину. Спасибо огромное, звук просто огонь. Аплодисменты. Ну, мы стараемся всегда добиваться максимального отзвука. И у нас это получается, слава богу, благодаря тем людям, которые с нами сотрудничают. У нас только лучшие. Мы на это всегда делаем ставку. Тут какая штука, смотри. Я вообще вот что, не знаю. Сейчас я подберу слова. С одной стороны, я понимаю, что хочу сказать. И понимаю, что это может в некотором смысле кого-то задеть. Но с другой стороны, я сейчас выйду на правильную мысль. Коллектив, коллектив, да, мужской коллектив группы ДМЦ, дорогие меня и цвет. Это настолько сплоченный и настолько грамотно живущий с точки зрения мужской логики коллектив, в котором даже такие мелочи, как любовь, нелюбовь, они, в общем, делятся между музыкантами. Когда мы говорили о том, что женился братанов, мы не упомянули одной вещи, очень важной и очень серьезной деталь. Но я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю ее в стороне. Но скажу только, что это достойнейшая история. Если мужики умеют между собой договориться и определиться правильно, да, вот они, эти мужики, и правильно сделать, скажем так, акцент на своих отношениях, то это, вот по мне, так это гораздо более дорогого стоит, в некотором смысле, чем творческий процесс, в том числе. Андрюху поздравляю еще разочек личного эфира. Али, привет. Вот, это все, что я хотел сказать. Я постарался обойти такие острые углы. Семен, Семен, ты знаешь, это было, вот, раз уж ты затронул эту тему. Я не хотел ее развивать. Это было настолько круто. Вот, мы сидим в ЗАГСе, вот просто, понимаешь, вот мы сидим уже в ЗАГСе. Уже вот, вот, вот они выходят, Макс опаздывает, потому что он был на холостяцкой вечеринке у Андрюхи, на концерте нашей общей любимой группы по ТВП, вот. И Макс такой влетает, и там, я думаю, ну как сейчас все произойдет? И Макс подходит, их всех поздравляет, и Макс просто подходит, берет вот так вот братану, обнимает и поднимает на руки. Я реально, я чуть слезу не пустил. Насколько это все по-мужски и правильно, это было дико круто. Я подошел, Максу сказал, Макс, говорю, ты красавец просто. Красавец, красавец. Макс тоже красавец. Все красавцы. Но я думаю, что люди, понимающие, знают, о чем речь. Я не хочу развивать, но просто я хотел выразить свой респект, как говорят нынче, да, и свое уважение к этим мужчинам, работающим с тобой в одной лодке, плывущим с тобой в одной лодке, работающим в одной связке. Братану, привет от Кадочниковых. Очень скучаем, приезжайте скорее в гости с Аллой. Кадочниковым огромный вообще привет. Андрюх, расскажи. Дело в том, что это моя родная сестра. Ируха, привет! Ну, хорошо, это все, что хотел сказать? Да. А сырнику привет. Какой он краткий-то. Я думал, сейчас разовьет тему, скажет массу добрых слов, но, в принципе, да. Сказал спасибо и ладно, и то. Слава богу. 46-47, короткий номер для смс-ок ваших. Сначала свои пробельчик, а дальше уже все, что хотел сказать. Во, привет всем своим. Привет, Юлию Семеновну с наступающим. Андрюхе отдельный привет. Павел Пиковский. Ну, что, приятно, когда от коллег. Мы поздравляем тебя с тем, что вчера еще один человечек вошел в православный мир. Мы об этом все знаем. Мы вчера видели тех, кто у тебя был на крестинах. Вот, поэтому, Пашка, спасибо тебе огромное. Мы тебя любим. Так я тебе не очень понял, почему так захохотала Юля. Я не очень понимаю, не очень в теме. Я Юле рассказывал. Мы потом расскажем, да. Когда ты все успел. Паш, в общем, все круто. Спасибо тебе огромное. Окей, надо играть и петь дальше. Напомню, сегодня здесь, в программе «Живые» предпраздничная, или, ну, дай так, праздничная неделя. И эти несколько дней до Нового года мы решили больше петь, чем разговаривать. И, собственно говоря, обсуждать прежде всего, как прошел год и какие планы на будущее. Давайте дальше. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Дороги меняют цвет здесь сегодня. Поехали. Они далеко, а мы с тобой. Глаза, глаза, верность в дребезги. Стихи, баррикад, стихия любви. Орудия молчат по гастре огня. Не бойся, не бойся, не бойся жить, я прикрою с собой. И стану звездой на чужом плече. Такой крутой партизанской любви. Позаводь. Позаводь. Они далеко, а нам с тобой Остался один на двоих патронах И это небо над Невой И эта ночь без лишних слов Не бойся жить, я прикрою с тобой И стану звездой на чужом плече Такой крутой партизанской любви Позавидуется команда туча Позавидуется команда туча Не бойся жить, я прикрою с тобой И стану звездой на чужом плече Такой крутой партизанской любви Позавидуется команда туча И стану звездой на чужом плече И стану звездой на чужом плече Браво Этого человека вы можете слышать на всех концертах Я просто Мне недавно сон снился Реально Ваня снился Мне снилось, что я проснулся И подошел к окну И слышал, что что-то кричит И ха Я такой Кате говорю Так это же Ваня вроде там кричит Мне реально это приснилось Ваня, твое и ха Это круто Это бренд Это бренд Реально Ваня Карлсон Это человек, собственно Я тоже могу рассказать Буквально два слова Был фестиваль Если я не ошибаюсь Это воздух Нет, не воздух Это живой был Да, фестиваль живой Когда мы только-только-только-только Начали существование свое Даже может быть еще и только Вот первое Или это еще Да, ну в общем было давно Мы приехали на фестиваль И обнаружили неожиданно Первым, что мы увидели На фестивале среди толпы Это флаг своего радио На огромной длинной удочке И флаг этот таскал Вот этот Вань Он замечательно таскал этот флаг Весь фестиваль И радовал глаз И нам прежде всего Спасибо тебе, Ванечка, дорогой Он уже тоже стал давно уже Своим родным, да Женя Собельфельд нарисовался Это кто? Женя Собельфельд? Я шучу Сейчас он тебе припомнит это Привет, мои дорогие Всех своих с наступающим Четырехдневка Шикарный подарок Это правда Мы старались Всем-всем-всем Всяческих удач в новом году Андрюхе Отдельное пожелание Побольше магазинов Со свежим рассолом Вокруг вашего Скотти дома в Чехове Видимо, какие-то Неприятные воспоминания Женя приезжал просто в гости Да, я понимаю Да, рассола не осталось Вопрос Парни Вот, кстати, хороший вопрос Очень крутые вы делаете дуэты Димьян, Берег Это он сейчас перечисляет Всех праздничных наших Гостей практически Да А вот если представить Если представить ситуацию Что еще можно записать Только один дуэт в жизни Один С любым музыкантом Но только одним С кем бы ты записал? Сабельфельд Жень, я тебе отвечу так Либо ты, либо Добрер Все Сейчас я смотрю Я сейчас думаю У Сабельфельда И крылочки за спиной Сейчас моментально вырастут Они сейчас Добрером Голосовалку устроят В сети Андрюх, они сюда приедут Главное, чтобы морду другу не били, друзья Яна Каратаева Смотри, что пишет На дне рождения своего радио Впервые познакомилась С творчеством группы Вот приятно А вчера была у них на сольнике Что я могу сказать? Количество любимых песен растет Благодаря своему радио Песню Ребята отличные Тексты затрагивают душу И самое главное Ребята фотогеничные И очень живые Творческих успехов Удачи в новом году Ну, Ян, фотограф А у нас в стране как? У нас все больше фотографов Музыкантов? Да, да, да Но это я без упрека Сейчас строятся заводы Под сжигами фотографов Я знаю Вот Ян, спасибо тебе огромное Мы ждем фотографии Саня Шабанов написал вот Что привет всем своим Сегодня тот случай Когда я ненавижу поезда Через 20 минут отправления Это значит, что через 30-40 Интернет Перестанет быть адекватным А так Не хочется прерывать Прослушивание Программы ДМЦ люблю нежно По-мужски Всем привет Трем Че Особый привет Саня Привет тебе Отменяй поезд Давай к нам Неплохо Неплохо Плюнь на поезд Дескать, да Я узнал, что у меня есть Огромная семья И тропинка И лесок В поле каждый колосок Речка небо голубое Это все мое Родное Это родина моя Всех люблю на свете я Всех с Новым годом Константин Твердый написал Пожалуйста Твердый привет Я знаю ты Постоянный слушатель Своего радио Привет тебе огромный Я так думаю Что сегодня Тех кто Слушает свое радио И программы живые И тех кто любит группу ДМЦ Великое множество Просто потому что Они не могли упустить Такой возможности Послушать сегодня Предпраздничный выпуск Программы живые И тем кто может быть не очень в курсе Хочу сообщить или напомнить Эти несколько дней Двадцать восьмое Двадцать девятое Тридцатая и соответственно Тридцать первого Декабря Программа живые Выйдет в неурочное время Не в восемь вечера А в десять И с десяти до полуночи Прямо до самых бом-бом-бом Мы здесь будем Ну анонс мы уже сделали Мы здесь будем Вместе с группой А вот надо Ну надо наверное Все равно анонс уже есть Ну группа анимация Да Кость Кулясов И все его Ребят не знаю как мы это вынесем Выдержим Не знаю насколько У нас все сложится Я в данном случае имею в виду Как это будет В общем Новый год Очень крутая банда Поджимай да Я думаю что вы выдержите Да нет нет Мы это по-человечески да Я сейчас и говорю И о музыкантах в том числе Да Ну это отдельная тема Праздник есть праздник Надо постараться держать себя в руках И расслабляться только после Так Двинемся дальше Скажите Маскарад сегодня планируется к исполнению Если не исполнят Считай предновогодний концерт ДМЦ Вышел для меня неполноценным Пишет Александр Сазанов Ну вот смотри как Александр Дело в том что мы вот С друзьями вот Пишем список песен И Маскарад не включили Вот но мы включили Несколько других песен То есть я надеюсь что для вас Все будет полноценно Я тоже хотел бы на это сильно Сильно хотел бы на это надеяться Давай петь дальше Чего мы тянем время то Пора уже Как всегда живой звук В программе живые Сегодня даже песен не называем Потому что мне кажется Это совершенно не актуально Все их и так знают Поехали Улетает чемодан Собран Ты не здесь не там Тебя нет Ты призрак Капризный Лети на свет Пули в лоб Вопрос В спину нож Ответ Без тебя Легко Без тихаря Я Пуле тайн Вот билет На прощание совет Пронеси Неси через фильтры лед, утаи нас. Когда в камеру пустят газ, Когда в морге погаснет свет, Когда с рельс сойдут поезда, Когда, когда, когда? Улетай, чего там навсегда. Пуле в лоб, вопрос, спину нож, Ответ без тебя, Для чего без сигарет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С наступающим, уважаемые! И сейчас я это, естественно, желаю, прежде всего, аудитории, Ну, и музыкантам, которые здесь сегодня, естественно. Мы все вместе стараемся сделать хорошо и радостно. Так, чтобы это время до Нового года было у людей на подъеме. А кажется мне, что музыка, в общем, один из тех инструментов, Который позволяет человеку поднимать свой дух. Вот Роман Макеевский, это в чате на сайте своего радио, Пишет вот что. Я уже подпривык к его этому термину. А у меня такая история. Я как музыкант-надомник однажды отправил некоторые свои записи Александру Пушному с целью профессиональной критики. Он ответил, понимаю, но слушать некогда. Недавно, недавно, это хорошо, что недавно, Отправил Семену Чайки в ВКонтакте. Ну, недавно, значит, я еще не добрался просто. Писем очень много, они из давних пор лежат. Ну, вот как дохожу, тогда и дохожу. Потом сижу и думаю, ну, что ты к людям-то прицепился со своими песнями? Да без тебя же хлопот хватает. А у меня вот к вам такой вопрос. Ребята, а вы наверняка встречались с другими группами, музыкантами на концертах и так далее. А их мнение о вашей музыке для вас важно, авторитетно, нужно? Ну, буду говорить по чесноку. Давай. Конечно, приятно, когда тебя хвалят. То есть и хвалят именитые люди, да? Тем более коллеги, например. Как Роман Чехов, да, например. И сам заржал, да? Да. Вот. Ну, на самом деле, я вот понимаю эту ситуацию. Тому отправил, тому отправил песню, тому отправил. Ребята, а вы чего ждете? Ну, послушал человек песню, сказал, окей, хорошо. Дальше? Что дальше? Музыканты, ну, они как бы, ну, вот я такой же, как и вы, ребят. Простой человек. Я тоже, ну, кому я отправлю песню? Отправил, и что? Молодец, хорошо. Что дальше? Ничего, друзья, это все не прокатывает. Я это все уже проходил. То есть в моей песне слушали многие именитые люди, которые говорили, хорошо. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но в этом результата нет никакого, друзья. Мнение приятно, но мнение это не значит, что вам нужно останавливаться и прекращать делать то, что вы делаете. Скорее всего, важно мнение аудитории. Вот это важнее. Чем больше положительных эмоций эти песни вызывают в людях и отзывов в сердцах, тем важнее, тем лучше. Мало ли, что скажут критики или коллеги. Главное, что вот есть люди, которые называют себя семьей. Как Женя Федоров пишет, ДМЦ это наша семейная группа. Любим вас. Вот я, моя жена и трехлетний сын. Сейчас танцуем, поем все вместе. Вам спасибо огромное за такие новости. Семье огромный респект и поздравления с наступающим Новым годом. Ребят, давайте, пусть у вас все будет хорошо. Счастья вам. Ну, мы стараемся тоже сделать все возможное, чтобы сегодня всем было хорошо. Потому как предновогу... В общем, хочется на самом деле Дедушкой Морозом немножко поработать. Так, чтобы радость людям приносить. И вот в эту неделю все время говорю, на четыре дня, четырехдневку, будем так говорить, мы стараемся эту радость удвоить, утроить и сделать еще более мощной. Надо петь дальше. Давай, чего это будет? Ага, я теперь понял, что... Я увидел гармошку губную в ее руках и уже понял, что это будет. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня дороги меняют цвет. Погнали. Погнали. Не рано ли спать, не поздно ли петь, Всего не сказать, Всего не успеть. Ты так близко и так далеко В бокале портвейн, а не крюко. А тебе нечем дышать, прости, я много курю, Достаточно пылью и прямо говорю. Я устал от любви, от соплей и слез, А ты такая... А на улице мороз... А на улице мороз... Я пропитая совесть вчерашней измену, Я проклятая всеми, Пьяная страсть, и у меня все равно, кто ты, Маша, Юра, Оля, Лена. Я готов твоих объятья пропасть, Я вызову такси на последние вещи. Если хочешь, уезжай, Я остаюсь, решай все скорее, У нас еще есть время, ты такая... Я за себя боюсь, А на улице мороз... А на улице мороз... А на улице мороз... А на улице мороз... Почитаю. Тут мало-мало пишут, надо же почитывать время от времени. Дмитрий Карпов, я вот не знаю эту аватарку, возможно, человек слушает станцию, но не пишет, а может быть новый кто-то, не знаю. Вот он пишет вот что. Вечер добрый, лет десять ждал, лет десять ждал от отечественной музыки, от отечественного музыкального мира чего-нибудь подобного, и вот наконец совершилось. Отличный творческий выстрел в сердце ценителей настоящей честной музыки. Спасибо ребятам за существование и творчество успехов в новом году. Тебе спасибо огромное, что дождался. Ну, лет десять, может быть, что он имеет в виду в данном конкретном случае? Только что познакомился или, может быть, познакомился когда-то и десять лет до этого страдал. Дмитрий, я сейчас обращаюсь конкретно к этому слушателю и ко всем остальным. В эфире своего радио огромное количество интересного, я уверен, для вас музыкального материала, поэтому давайте так становиться уже в постоянном режиме слушателями, ну и, понятное дело, друзьями. Богдан Шматко пишет. Своему радио ребятам ДМЦ еще один привет из далекой Румынии. У меня пять дней отпуска. Занудство страшное. Ваш эфир сегодня как бальзам на душу. Как круто слушать родное, домашнее, здесь, на Чужбине. Очень ждем новый альбом. Бодик, привет тебе. Дождись нового альбома. Будет, да? Будет, конечно. Ну, будем о планах говорить когда. Немножечко надо об этом тоже. Александр Серов пишет. Первый раз на радио пишу. Может, повезет. И Семен зачитает мою скромную просьбу. Но спойте и сыграйте песню «Целую ниже», песню «Улет». Расскажите, как вы ее написали. Вот расскажите прямо в эфире. По-моему, это провокация. Это провокация, потому что я на концерте рассказывал, как мы написали эту песню. Вот. Она будет в новом альбоме. Мы ее один раз сыграли. Саша ее снял на видео и залил. Вот. И больше я об этом не хочу говорить, потому что пускай это будет новая песня. Да. Теперь немножко давай вот что. Понятно, с одной стороны, мы провожаем год пятнадцатый. А чего ты ждешь от шестнадцатого? Ну, кроме творческих успехов, очередных взлетов, новой аудитории. Это, в общем, банально достаточно. Ну, так, по жизни, по-человечему. Ты знаешь, Семен, признаюсь честно, я ничего абсолютно не жду. Спасибо. Очень короткий, четкий, емкий, понятный, я бы сказал, даже честный мужской ответ. Чего ждать-то? Вот что будет, то и будет. Правильно. Когда идешь в лес за грибами, тоже никогда не знаешь, что найдешь. Что нашел, то и съел. А дальше как бог на душу положит. Правильно? Уверен, надо посылать песни слушателям, а не музыкантам. Человек возвращает нас к прошлой теме. У музыкантов своей музыки порой девать некуда. Или им хочется делать свою музыку. Это, конечно же, не всех касается, но на нашем роке, кажется, так бывает нередко. Дмитрий Венчиков. Ну, это к разговору о том, надо ли музыканту посылать свою музыку на прослушивание другому, более именитому музыканту. Еще одна точка зрения, поддерживающая тебя. В общем, совершенно это незачем. На стольном выступлении в Ростове-на-Дону Андрей обещал приехать всей группой весной. С новым альбомом можно поподробнее рассказать, насколько он готов и чего интересного там будет? Алексей Сидоров написал. Алексей. Привет. Привет, да. Говорит тебе наш барабанщик. Ребят, на самом деле все спрашивают про альбом, про альбом, про альбом. Для нас, для самих, на самом деле, немножко тема наболевшая. Материал у нас сейчас нового на три альбома. А как, что будет, и когда мы сделаем, следите за новостями, друзья. Возможно, нам понадобится даже ваша помощь. Потому что хочется хорошего, нового звука и другого качества. Друзья, вы не спрашивайте, вы следите, а мы потом скажем. Ну, естественно. Кроме всего прочего, за эфирами... Извини, что ты хотел сказать? Про Ростов ты человеку ответишь на вопрос? Нет, зачем? Он все сказал. Он дипломат. Он уходит от ответа правильно. Мне просто интересно про Ростов. Нет, ну, Максим, видимо, хочет, чтобы я рассказал, как он в Ростове... Нет, я не хочу рассказать, чтобы рассказал. Я хочу, когда мы еще туда приедем. Только не рассказывай. Ладно, давайте уже сказал А, говори Б. Просто Максим однажды случайно упал в Ростове, ну, в лифте или в лифту. Как правильно? Нет, правильно, в лифте. В лифте, да. Если в лифту, то в Ростове. Вот, да, в Ростове, да. Об него закрывались двери, поэтому Макс очень любит Ростов. Я должен ему отомстить, он там неправильно поступил. Лифт? Должок, да. У тебя должок к лифту в Ростове. Я понял, это серьезный должок. Он его хочет сломать. Это практически должок чести. 46-47, это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробелы, а дальше все, что хотели бы сказать. Это могут быть эмоции, вопросы, впечатления. У меня сын обожает ДМЦ, сыну год и месяц, его просто прет. Алексей Суворов написал, потому что пацана в год и месяц прет от музыки. Это уже клево. Ну, правильный пацан, Ростов, значит. Правильный пацан, правильный, честный. Надо закрыть час чем-то ярким. Я уж не знаю, чего вы будете сейчас. А Юля уже подсмотрела. Ага, я пока не знаю только. Понятно. Мы закроем, на самом деле, одну из в это время любимых моих песен. Это дуэт с замечательным Ваней Демьяном. Вот, группа Симбэ. Вот, собственно говоря, лей в меня дождей. Ну, и мы после этой песни уйдем на паузу, после чего вернемся в студию. Еще целый час проведем вместе. Погнали. Ночь по городам Осень на порог Чтоб случиться нам Словно между строк Спрятался от всех Пережил обстрел Градом ноября Не попал в прицел Ты, люби меня Осень я С тобой такой Сильный В меня дождей Ты, люби меня Люби меня Насильно Насильно Листьями бомбат Лужи мины ждут Моего тепла Снова в бой зовут Выстрелил в упор Сердцем в небеса Осень научи Ты, люби меня Ты, люби меня Насильно Насильно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Странная ситуация складывается Когда вы в эфире пели, а на улице мороз, у нас еще лежал снег А после песни «Лей в меня дождей» обнаружил, что идет дождь Мятежные магистры У вас и вправду какие-то особые отношения с Ростовом Алексей Сидоров написал Но мы не будем тянуть Надо начинать час с песни Потому как в любом случае пауза была долгой Надо бы как-то разбавить эту паузу Сегодня здесь ДМЦ С наступающим Новым Годом И эти дни до самого Нового Года До 1 января Мы стараемся радовать вас исключительно качественной музыкой Сегодня здесь праздник И мы надеемся и в ваших душах тоже Погнали? Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сложно родиться, сложно расти Сложно иметь, не потерять, приобрести Можно на небе не дать считаться звезд А умереть А умереть Да не вопрос Дорогие свадьбы, дорогие поминки Дорогие тачки гоняют по деглинке Дорогие памятники, но в них есть спрос Ведь умереть Ведь умереть Да не вопрос Да не вопрос Сложно все понять Сложно все понять, сложнее все подытожить Проще задушить себя дымом папирос А умереть А умереть А умереть А умереть А ще не вопрос Да не вопрос Да не вопрос Да не вопрос Да не вопрос С этой песней, кстати, есть несколько любопытных моментов, связанных в свое время. Еще будучи программником нашего радио, я взял эту песню в ротацию, в чартовую, так сказать, дюжину С одной поправкой, потому как на концертах ты поешь песню несколько с другим словом Даже не я, Семен, а наши поклонники, которые приходят, они знают, о чем я пою, и они это слово говорят вслух Да, я понимаю, я попросил тебя это перепеть, но удивительная все-таки аудитория у той радиостанции, я тебе скажу Они нашли ли что докопаться? Аще Аще, да Начали мне писать, что это за группа, что это за песня, что это за слово вообще Что это за вообще Я им приводил массу примеров из песен Чаева, из песен, ну массы групп, тех, которые они там привечают у себя На это никак не среагировали, а вот у ДМЦ это слово вообще Я подумал, если бы он спел как есть на самом деле, я полагаю, что это был бы абсолютный взрыв мозга Вот, посему Очень приятно, что у своего радио своя аудитория, аудитория, которая все понимает, любит, ценит Аще все понимает Аще все понимает, да Энергетика, у ребят, завораживающее, все началось с того, что я услышал песню «Да не вопрос», пишет Анна Щербакова, красота самая история Она меня поразила, Андрей действительно талантлив, творчество группы интересно, и в песнях заложен глубокий смысл, спасибо вам Я сейчас позволю себе эту вольность, у Ани, спрошу, Аня, а если бы вы услышали эту песню в настоящей версии, вместо слов «Да не вопрос», говно вопрос, да? Простите бога ради Позволил себе это Вы бы как относились к группе в дальнейшем, если песня «Да не вопрос» была для вас первой, с которой вы познакомились с их творчеством? Я уверен, что Аня напишет честно и искренне, и почему-то убежден, что ее это никак не смутит Вот эти двойные стандарты, они меня всегда, честно сказать, смущали и мучили Семен, ну я вообще считаю, что в слове, которое ты произнес, я его не буду произносить Спасибо тебе большое Вот, ничего плохого нет Да, в общем-то, нет ничего, конечно Это же естественный процесс Это не мат, это не ругательство, это результат Ну, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, это некий, некий, скажем так, это финал истории Финал истории Вот если бы сейчас был с нами Дэн Михайлов, он же доктор философии Он бы сейчас сказал, это не результат, это даже не финал, это гиалектическое последствия метафизики Вот что-нибудь такое, Дэн, прости меня, я не силен в философии Ничего не хочу спрашивать, пишет Булыгин Алексей из Иваново Ничего не хочу спрашивать, просто вчерашний концерт был прекрасен, не зря съездил Леша, спасибо тебе огромное, привет тебе, спасибо за то, что вернул мне зарядку Вы из Иваново и приехали, ну, если вчерашний концерт Вот, Алексей приехал из Иваново Так Вот, а я перед этим вот буквально недели три назад, у меня была акустика в Иваново, там замечательные люди Просто встретили, и так встретили, что я даже забыл свою толстовку и зарядку И вот Алексей мне ее привез Скажи, пожалуйста, как вы планируете встретить Новый год? Ну, мы-то, понятно, в эфире, у нас будет тут чем, собственно говоря, себя порадовать А вы-то как планируете встретить Новый год? Семен, давай, наверное, каждый за себя ответит Конечно, конечно У Игоря? Нет, Игорь приглашает Конечно, конечно, давай Вы знаете, я, честно, вот давай, давай с меня Давай, давай с меня Вот, извините, ну, я такой, я тиран, ха-ха-ха Вот, и я планирую со своей любимой женщиной встретить Новый год Потому что спокойно, тихо, потому что в моей жизни тусовок хватает так, что мама не горюй просто Понял Вот, ну, а теперь давай, братанов, как ты собираешься встретить? Весело Это все, ради чего ты просил взять микрофон? Буду красок До свидания Не, ребятки, ну, какие планы-то на самом деле? По-домашнему у вас такая традиция? Или нет? Или все-таки в работе, в процессах каких-то? Давайте рассказывать Мы с Лысым и с Бородатым будем весело провожать, точнее, и встречать, и провожать разные года Да, у меня дома Так что, ну, по-домашнему, дома, дома, по-домашнему, не в бане Традиция есть? А я буду со своей девушкой новогоднюю ночь встречать на коньках, на ВДНХ Во как? Да Ты размечтался, снег видел? Во как? А что, а мне лед нужен, а не снег Ну, там лед-то есть А тебе кончилось? Все в порядке Там все в порядке с этим, на катке-то, все нормально Ну, хоть и один приличный человек в команде есть Он не будет дома сидеть и, знаете, пузо задавить Слушайте, мне стало страшно, Макс на коньках, честно Я боюсь это даже представить Макс на коньках? А я представил, почему Нет, это вполне себе Поехали дальше Давайте петь Еще раз напомню, сегодня здесь группа ДМЦ Мы начали четырехдневку предновогоднюю И считаем, что радость в ваших домах и в душах и в сердцах Должна полностью отвечать тому, что происходит в этой студии Давай Друзья, оставайтесь детьми всегда Это все? А песня? Как всегда, живой звук в программе «Живые» Поехали Одиноко мне, одиноко мой В одиночестве Без лица, без имени Без тебя, прости меня В наших дней с тобой Пьяных врачей Ночей До потери памяти Видишь грустный память Снег Дети на пыльном пете Вино в пакетях Ты слышал, да, ты знаешь, что они на свете Счастливы эти дети, как мой год Да, да До утра Крикинов Глаза устали, остался в прошлом Без награды, почестей, в полном одиночестве Смена декораций, немая сцена Так же надоели Эти расставания в жизни по сценарию Дети на поропете, вино в пакете Местные солдаты, знаешь, огни на свете Счастливы эти дети, как мой год Да-да-да-да-да-да Дети на поропете, в полном одиночестве Местные солдаты, знаешь, огни на свете Счастливы эти дети, как мой, когда-то Ну, принято или, как сказать, надо Наверное, это есть такая добрая традиция Под Новый год делать какие-то подарки Пусть эти подарки будут не особо материальными Но, как минимум, душевными Я тебе что-то хочу сказать Когда мы познакомились, а это было уже достаточно давно Три года, да, наверное, прошло с тех пор, как познакомились Тогда группа ДМЦ в России Потому что группа Полтавская Не знали, ну, или знали, но очень небольшой круг людей Я считаю, сейчас скажу такие вещи Которые, в общем, наверное, будут похожи на Самого схваления, но тем не менее Я считаю, что во многом мы посодействовали тому Что группа ДМЦ знает сейчас в России очень хорошо Это я сейчас говорю не только о себе Я говорю о всей команде радиостанции И о Юле И да-да-да Это им спасибо, нужно сказать, в том числе Но от себя скажу вот что Тогда мне дико понравилось то, что вы делаете Но мы с тобой говорили даже об этом Но я тебе тогда сказал, что вот с вокалом бы что-то надо сделать Потому что все хорошо Эмоции зашкаливают Энергетика такая, что можно с ума сойти Тексты роскошные Вот с вокалом Я тебе хочу сказать спасибо, что ты меня услышал Сейчас, вот сейчас, то, что происходит в группе И то, что слышит аудитория своего радио То, что слышат люди Это абсолютная, абсолютная гармония Чистейшей воды И чайник, уж извини, что я так по-свойски За эти годы вырос настолько Насколько многие люди и за десятилетия не вырастают Спасибо тебе за это большое Спасибо, что вот не стоишь на месте Спасибо, что двигаешься вперед Спасибо и музыкантам, кстати Которые выросли, между прочим, тоже достаточно сильно И то, что вы сейчас делаете в музыкальном плане В музыкальном смысле В смысле аранжировок В смысле мастерства игры Вот я лично Они сейчас начнут спорить со мной Но я не слышу ни киксов, ни косяков Я не слышу вообще никаких противоестественных вещей Еще не поздно Нет, это Все, Семен, мы от тебя услышали По хвалу и можем тебе расслабиться И сейчас давай Мужики, давайте лажать Примите это как истину Потому что Вот кто-то написал, что 10 лет ждал этой музыки Этой группы А я скажу, что сколько бы ты ни ждал Иной раз бывает неожиданно Совершенно открывается Потрясающие и очень нереально кажущиеся на первый взгляд вещи Вот ДМЦ это та группа Одна из тех групп Которые мы считаем по достоинству Недооцененные еще пока Но у вас все Абсолютно все впереди Стадионы у вас точно впереди Я в это сильно и свято верю Я, извини, я хотел открыть секрет Для начинающих певцов Собственно говоря Как я работал все эти три года Давай Я просто отрастил пивное брюхо и все А куда ты его, прости, опустил? В штаны, что ли? Вот И теперь как-то стало легче петь А, то есть база появилась Я понял База появилась Нужно петь в брюхо Ну вот Да По поводу новогодних поздравлений и подарков Я Владу хотел передать привет Я знаю, что он нас слушает Дружище Видеть можно Не только глазами, но еще и сердцем Мы с тобой Я обещал тебе диск Я тебе его подарю Я знаю, что ты нас слушаешь Привет тебе огромный Пусть тебе все будет хорошо И Маше мы посвящаем эту песню Да, прежде чем вы ее споете Я прочитаю сообщение от Анны Пустыниковой Привет ДМЦ Спасибо огромное за эфир За вчерашний концерт Ребята, вы раз чудесные Слушаю не так долго Но это Был уже третий ваш концерт И один лучше другого Но это как раз о росте крупы я и говорю Спасибо за это Отдельное спасибо Андрею За его эмоции на сцене И искренность Год был тяжелым Поэтому пускай он скорее уже заканчивается А новый принесет нам всем Самое светлое и теплое Добра вам Всех с наступающим Сегодня мы, как я уже говорил Открыли четырехдневку поздравительных эфиров Мы тоже поздравляем вас с наступающим Новым годом Поехали Как всегда живой звук в программе Живые здесь сегодня ДМЦ Погнали Субтитры подогнал «Симон» Пусть за окном дождь А на лице ночь А на глазах лед Да по щекам льет А Маша тугу дует Да у дождя ворует Парочку капель пустяк А Маша любит так Да, у меня она бродила Плачет теперь любовь Слезами крекетила Маша ее забыла Ревет, как истеричка Но Маша не такая Молчат жует в печке Дом на слюну глотая А за окном дождь Под выпившая слухия Дарит свое тепло К тому, кто шептал «Мария!» Но Маша не такая Молчат жует спички Старый роман читая Думает истеричка Знает его друзья Так полюбить навеки Надо же, надо же быть Правильным человеком Гринет в окно дугах Мило рукой помашет А он ответит ей Моя Мария, моя Маша 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валер, привет тебе огромный И привет Харькова, мы его очень-очень любим Первая столица Ну да, теперь о фолке Ну, друзья, у нас никогда не было фолка Вот о том речь У нас были тексты с фолковыми мотивами Вот, вот, то есть как бы Мария там, там, где за ветхой сбой Сколько угодно И играл замечательный у нас человек Богдан Петрушка Вот, с разными дудками, волынками даже пытался, все остальное Но мы никогда не играли в фолк-рок Вот о том и о том Вот, почему нас так обозвали, я не знаю Ну, это я к тому и говорю, что у нас почему-то в России принято Если группа использует в своем звучании Ну, к примеру, тяжелый звук И тяжелые, очень хорошие риффы гитарные И вдруг появляется флейт, и все фолк Ты понимаешь, хоть убейся Но использует коллектив волынки Ну и что теперь? Какое отношение к фолку это имеет? Значит, они ирландцы Значит, все, да Или шотландцы Почему не в килте? Смотря какие волынки используют А если в килте, то почему с нижним бельем? Не понял? Килты обычно носят без трусов Ребят, начинается такая какая-то фигня Ей-богу Давайте слушать музыку И не будем запариваться и заморачиваться на стилистике Надо петь дальше Потому что мы, малеха, там заболтали с тобой А хочется всю сегодня программу успеть исполнить Напомню сегодня Исключительно сегодня Завтра, послезавтра И 31 декабря Праздничный эфир Меньше говорим, больше играем ДМЦ здесь сегодня Поехали? Поехали С наступающим, пупсики От пупсиков тебе спасибо С наступающим, пупсиков тебе спасибо У соседних дней простуженных Ночь сморгается в небо звездами Слышишь шепот сердец Разбуженных слишком поздно Любовью позднею Подулевшие подсознания Прячутся без всей в сердце шкатулочку Небесомое состояние Все во Фрейду Расслабься, дурочка Взявшись за руки В сказком осени Летим, как листья И не боимся высоты Ветер нас уносит Направление Поверь мне, все равно Куда ведь рядом Будешь ты В ожидании Неизбежного Вся дрожишь, как костер Паланя Но больше все слова Нежные Все по Фрейду Расслабься, милая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Посложившимся обстоятельством Связь обратная, но утрачена Летишь по городу, птицами скрывая Но вина твоя не доказана Лечь же по Фрейду, не так ли, милая? Воаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Братан, красавчик. Просто красавчик. Я теперь понимаю, в чем разница Братанова до женитьбы и после женитьбы. Он стал выше ростом. Он красавчик просто. 46-47 – это короткий номер для СМС. Ваши сначала свои, пробельчика, дальше все, что... Хотели бы сказать, вот Дмитрий Лапшин написал чудное совершенно сообщение в группе ВКонтакте. А нас вот с друзьями в 2011 году занесло в Крым. Город Судак осенью. И там как раз проходил замечательный фестиваль кино «Сначала». Именно там, придя вечерком в первый день феста на группу «Декабрь», нам посчастливилось услышать неизвестную нам тогда полтавскую группу ДМЦ. Поразил кристально чистый звук исполнения. Ну и Маша с Карлсоном вставили прям сразу же на месте. Ну, потом по приезду скачали альбом «Все по Фрейду». И стараемся всегда по возможности выбираться в столицу на сольники. Привет вам из Ростова-Великого. Ребята, Дмитрий Лапшин написал. Привет Ростову-Великому. А я хочу еще раз Ваню попросить исполнить этот потрясающий номер, который вставляет всех даже не знающих. Ну, я имею в виду... Вань, подожди. Сначала нужно заключить договор, потому что у меня есть подозрение, что Семен его хочет на джингл взять. Нет, я не пишу этого. Вань, будь добр. Идя! Браво, дружище. Ну что, не оттягиваем время. Я смотрю на часы, просто понимаю, что мы можем не успеть не уложиться в полную программу. Давай петь дальше. Напомню, сегодня, завтра, послезавтра и 31-го числа, прямо до самой полуночи, мы поздравляем вас всех с Новым годом. Сегодня меньше говорим, больше играем. Просто хотелось бы праздника душевного. Что-нибудь скажешь? Или можешь сразу петь? Любить, а не стрелять. Это правильно. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Погнали. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Так, герои опять, что ж такое «Живые» здесь сегодня ДМЦ. Господи, прости, научи стрелять, разучи любить. Вечер! Я не в силах врага Хочется войны, но не та война Чтоб героем быть, что ж такое? Господи, прости, разучи стрелять На очи любви На очи любви Как же время-то утекает, блин Ну, всегда, когда хорошо, почему-то времени, кажется, не хватает Мария Кожевина вот что пишет Кстати, сказать слова удивительные для меня Но, тем не менее, я группу ДМЦ решил послушать дней пять назад И то только потому, что была песня в премьерах с Абереком Кстати, не была, а есть, она до сих пор еще крутится в премьерах И вот уже полтора часа сижу, слушаю и не отрываюсь Очень круто, кажется, одной фанаткой у вас стало больше Я думаю, не одной, на самом деле А эта песня, о которой вы сейчас сказали Она еще ждет своего часа в сегодняшнем эфире Без нее они отсюда, конечно, не уйдут, песня роскошная Ну, как и большинство тех песен, которые вы сегодня слышите Виталий Лысенко, привет из Полтавы Ну, Родина ваша Привет, родная Полтава, привет, Виталий Поздравляю с наступающим праздником, весь коллектив ДМЦ И, конечно, свое радио, спасибо вам, Виталий Ваня Карлсон, что-то слишком спокоен Мне аж страшно Ваня еще раз Все, Ваня, да? Ваня, выдохся Ну, неважно, неважно Здесь уже, на самом деле, другая история Потому что Ваня на концертах и Ваня в студии Это два разных Ивана Это два разных Карлсона, да Варенье немножко мы не донесли сегодня Прошу спеть, пишет он дальше Очень-очень старую, ну, я не знаю, насколько вы поете ее теперь уже Это я от себя Но зато актуальную песню Однажды англичаник на одном концерте сказал, что эта песня очень нравится его отцу Мне она тоже нравится Называется «Зима» Поешь ты ее сейчас? Мы ее сделаем И в новой версии Это очень действительно старая песня Сейчас мы ее играть не будем Мы просто сделаем в новой аранжировке И она будет еще круче Хорошо Этот ответ достоин, как мне кажется Будем надеяться на то, что это произойдет скоро Давайте петь дальше Еще три песни у нас с вами Еще три Поэтому надо успевать Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня дороги меняют цвет Погнали Привет Моя верная, нежная грусть Чай остыл, ну и пусть Мне с тобой тепло, я греюсь Прости Прости Ты так долго ждал Петра На морозе поднял Лишь в город Но я вернулся О-о-о-о-о Ты можешь снова любить этот город Скажи, что тебя не спас Скажи, что тебя не спас Субтитры На морозе поднял Слышал орань, но я вернулся. Ты можешь снова любить этот грудь. Ты можешь снова любить этот грудь. Я снял, сам поставил. Кстати, хета, я тебе скажу, у него в два раза больше, чем обычная хета. Молодец. Что скупится-то? Тарелка должна быть тарелкой. Я вдруг, я не могу вспомнить этого персонажа, но диснеевский мультик есть какой-то, в котором есть такая обезьянка. Очень похож. Очень похож. Нет, ну реально. Андрюх, ну тем не менее, следующий год твой. Ну, да-да-да, вот я к тому и веду, что год-то будет твой, и этот год мы будем встречать все вместе, и начинаем встречать его уже прямо сейчас. Тут есть несколько сообщений любопытных, и все сообщения связаны практически с знакомством, с группой. Одно хочу зачитать коротенькое. Шиц, ну не знаю, как правильно читается имя человека, латиницей, трудно понять. Упс, мама слушает, нравится. Спасибо от мамы. Маме привет. Я не знаю, на самом деле, сколько лет маме, но в любом случае, если ребенок так удивляется, потому что слушает мамы, это достойно. А я группу, так вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, чего ты, чего ты, все нормально, братан, все нормально. Значит, Фил Васильев пишет о существовании своего, вот смотрите, вам сейчас должно быть гордо. Я думаю, что вам должно это понравиться. О существовании своего радио узнал как раз благодаря группе ДМЦ. Спасибо всем, кто собрался в студию, и с удовольствием слежу за вашим творчеством. Вот Фил Васильев, это один из тех 150 тысяч еженедельной аудитории своего радио. Фил, привет, я огромный, спасибо, что следишь за нами. Да, и спасибо, что с нами, потому как в эфире своего радио, сейчас не хочу обидеть музыкантов ДМЦ, достаточно очень качественной и серьезной, интересной музыки. Дарья Киселева написала вот, что ДМЦ, Семен, благодаря вам и вашей передаче, начиная с «Маяка», узнала об этой группе и подсадила всех своих друзей. Кому-то понравилось с Карлсон, кому-то, да, всем свое, и в то же время все под настроение. Очень живая группа, спасибо за все и за концерт в Иваново. Ура, на эфире услышала детей на парапете. Кот Севастопольский, гречаник, вот как-то он по-свойски. Я очень хочу, чтобы ты приехал и снова крикнул мне фразу, как когда-то осенью, я вернулся. Ты можешь снова любить этот город, после которой и была написана эта песня. И вновь возродилась традиция. Чайник ставит у меня дома елку. Всем мужикам привет. Наташ, ну в этом году мы не сможем приехать тебе поставить елку, но в следующем году я надеюсь, что мы приедем и поставим тебе елку. И вообще, я думаю, что может, давай уже к нам, хватит нам, засиделось. Ну, в общем, да. С другой стороны, почему это, собственно, чайник должен ставить кому-то елку? Мне кажется, это не совсем правильно. Я расскажу. Невская, Кот Севастопольский, это Наташа Невская. Это человек, который нарисовал нам обложку альбома «Партизанская любовь». Ах, вот что. Вот, это человек, которому мы вот с Резником тащили по Полтаве елку и ее устанавливали, то есть с помощью аппарата и прочих. А елка была пьяна? Нет, елка была трезва, а вот мы с Резником не очень. Ну вот, теперь Наташа мне даже пишет, просто говорит, чайник, я в этом году без елки, потому что вы с Богданом не приедете, вот и все. Наташа, попроси кого-нибудь, у меня есть знакомый, я тебе потом кину ссылку, они тебе приедут, поставят елку. Я хотел, надо кого-то попросить. Давайте петь дальше, еще две песни, мы должны успеть уложиться. Чего-то, Юль, что-то радуется так, больше, чем... Поем, говоришь? Ну, хорошо, поем, так поем. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ДМЦ. С наступающим всех, погнали. С наступающим всех, погнали. Жизнь закончилась, как пленка, но детский крик, и все сначала. Снова стала мать девчонкой, папа рыбаком скричала. Чтоб смеяться всем в лицо, когда в мое плюют, ржать до коликов в боку. Когда брыжут желчу, когда вороны глаза моих любят. Я смеюсь и поставляю им свою печень. И в свою печень. И в свою печень. Снова время поспешило. Разум молочный вывод, мудрость, каша, но остыла. Снова в молоко, но выстрел. Чтоб смеяться всем в лицо, когда в мое плюют, ржать до коликов в боку. Когда брыжут желчу, когда вороны глаза моих любят. Я смеюсь и поставляю им свою печень. Когда вороны глаза моих любят. Я смеюсь и поставляю им свою печень. И в твою печень. Я смеюсь и поставляю им свою печень. Я смеюсь и поставляю им свою печень. Такое случилось впервые. Потому как действительно песня убила на самом деле. Могу сказать тебе по текущим результатам. Она уже вышла на второе место. Это я сейчас спойлерю немножко. Такие вещи я обычно себе не позволяю и не допускаю. Но тем не менее песня поднимается по лесенке хит порядка. Друзья, спасибо за то, что голосуете. Да, и если бы хит порядок был, как обычно, в субботу. Но это будут праздники, поэтому его не будет. Будет праздничный хит порядок в 8 вечера во время программы «Живут». В то время, в которое обычно программа «Живые» выходит. 31 декабря хит порядок выйдет внеурочно. Это будет спецвыпуск. Вы удивитесь тому, кто его ведет. Ну, потому что там все нестандартно. И нестандартная история. Очень рекомендую вам не пропустить программу. Но песня растет в рейтингах. Соответственно, на нее реагирует аудитория так же, как, собственно, среагировал я, когда ее услышал. Другое дело, у меня к тебе есть вопрос. Изначально, давай откроем тайну. Или это не тайна? Называлась она «Печень». Да, действительно. Ну, это было рабочее название «Печень». Но дело в том, что песен с названием «Печень» очень много. У нашей любимой Люси из «Дайте два» тоже есть «Печень». И вот мы вот с ребятами подумали и решили, ну, то есть, как бы, вот, назвать ее «Смеяться всем в лицо». Это название, которое отображает смысл вообще и посыл песни. То есть, в принципе, все. Я ответил? Ответил, ответил. Молодец. Справился. «Смеяться всем в лицо», хитяра своего радио, своего хит-порядка. Илья Теников, ну, правда, хитяра. Просто вынос мозга хитяра. Максим Предвестник пишет. А я вчера узнал, что буду отцом в третий раз. Очень сложное ощущение, пишет Сергей Малявин. Макс и так написал. Ну, поздравляю, что ли. Нет, это Сергей Малявин. А, Серега, поздравляем. Я думал, Макс Предвестник стал в третий раз отцом. Аня Ржановская тоже сейчас узнала об этом. Это был розыгрыш, ребята. Я напишу. Мне кажется, что эту песню даже соседи уже выучили. На повторе уже не первый день крутится. Песня «Шедевр». А что, соседи смеются, да, и улыбаются? В лицо. Причем в лицо. Да, а она плюет им в спину. Значит, продвинутые соседи. Олег Каральников, кстати, от него огромный привет. Заскучали мы по ДМЦС-компании. Хоть в онлайне было приятно посмотреть и послушать. Вадим Лукзен написал. Крабу привет огромный. Краб, мы тебя любим. Лидия Скопина. Это хит. У них с Денисом так голоса похожи. Я еле отличил. Но она имеет в виду совместно. Потому что песня спета, вообще, в принципе, в ротации, она крутится совместно с «Оберегом». «Оберегом». Понятное дело, что я тоже долго искал, где же, кто же из вас. Но очень круто. А мы с Дэном спели, а потом сами решали, кто же и где же. Как же мы же. Круто. Настолько, да, настолько в унисон, в смысле. Спасибо, Семен, да. Я знал, что ты оценишь, дорогой мой. Интересно, пишет Александр Сазанов, случайно ли в эту песню зачесались мотивы из «Smills like Teen Spirit»? Вам послышалось. Потому что мы песню не знаем. Песню не знаете такую? Это Максим, это наш барабанщик. Да, вы знаете, здесь нет абсолютно никаких мотивов. Я очень... У нас в группе кто хорошо играет на басу, струнется барабанщик. Бережно отношусь к плагиату. После флага. Вот. И поэтому у меня были такие мысли, но я специально все переспушивал. И там ничего нет такого, разве что соло нашего гитариста. Вот. Который как бы всем своим видом вообще напоминает Егора Летова. То есть как бы... Может нам его выгнать из группы, а? Ну что, чтобы потом мне говорили, что у нас гитарист похож на Летова. Все это плагиат. Ай, братцы, осталось-то у нас с вами 4 минуты до конца. Время пролетело. Саша пишет в том, что магия не иначе. Трансляция не отключилась по пути из Москвы в Клин. Ни разу. Обычно стоит только за МКАД выехать и все. То ли Билайн стал лучше, то ли волны ДМЦ так влияют. Скорее всего. Там просто Ваня Петрушин бежит за машиной с роутером, с ДМЦ. Ну что, надо прощаться. К сожалению, прощаться придется. Время поджимает никуда не денешься. Завтра в продолжении праздника, предновогоднего праздника. Здесь Иван Демьян и группа 7Б. Да, здесь, в принципе, мало чего изменится в смысле директората. Но очень надеюсь на то, что вы порадуетесь вместе с нами. Спасибо, братцы. С наступающим вас. Спасибо, что вы к нам забежали на огонек. Мы всегда вас рады приветствовать. Что, чем, как. Какие слова скажи финальные и закончим. Я надеюсь, что это не финальные слова. Ну, сегодня финальные. На самом деле, друзья, с наступающим вас Новым Годом. Не верьте в то, что что-то изменится. Изменить можем только мы с вами. Если сидеть на мягком месте и ждать, что в следующем году что-то будет хорошо, ну, то есть ничего хорошего не будет, давайте действовать. Друзья, любите друг друга. Будьте настоящими. И самое главное, несите друг другу свет. Я даже сейчас выдохнуть боюсь. Всем пока, до завтра. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Навсегда останься в моей памяти. А потом останься на когда-нибудь. Яркой вспышкой, тусклым бликом чем-нибудь. Ты прости, что отвлекаюсь, знаю, занята. Но потом, когда освободишься, ты напишешь мне Все о том же, что ты, где ты, с кем и как. Обязательно напомни мне, что я дырак. Погубил свой кофе на большом огне. Будет время, напиши мне, как прошло, что ты, с кем и как 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 ты. И не понимаешь, что ты, с кем и как 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 ты. В гости заходи, есть чай и тапочки. Только по дороге купишь у лампочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много задает вопросов, не ищет ответ В гости заходи, есть чай в тапочке Только по дороге выпиши на уночку Без тебя темно Неси меня сюда Неси меня сюда Неси меня сюда Неси меня сюда Неси меня Неси меня сюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА